Добрый вечер, дорогие товарищи. У нас очередное занятие университета рабочих респондентов. Большие изменения. Тема сегодняшняя причина становления касса Рудфронт. Виктор Аркадьевич у нас в езде. Слово представляется Славье Олегу Николаевичу. Еще раз здравствуйте, товарищи. Значит, прежде чем начать сегодняшнюю тему, я бы хотел пару слов сказать о предыдущей. Текст лекции, которые вы прослушали в прошлый раз, есть в Трудовой России. Частники сегодняшних занятий могут взять, у кого еще нет. Более там подробно, если... Еще одно событие, и тари к нему, считаю, необходим для вас довести. 30 марта в Магнитогорске под председательством президента России Медведя. В котором он, видимо, лечился и, как часто бывает в таких случаях, проболтался. Своё чувство, с которым, конечно, встречаемся, то и дело. Просто потому, что мы с вами занимаемся, в том числе, просветительской деятельностью и в рабочей среде. Но там-то дело растительное. Люди, как правило, не имеют высшего образования и могут не знать, а современные молодые рабочие просто не знают, что такое стоимость и прибавящая стоимость, и на то распадается стоимость пара. Кажется, президент не знает. Вот, управляя государством, стало быть, и его экономия, без знания дела. Подозревали, конечно, об этом и проявлении невежества в политике и в экономике. Кажется, не раз и на наших занятиях. Но, в данном случае, почитание президента дорогого стоит. Пооценить, какого же рода, правленцы, да и экономисты. Сегодня, в этой стране. Ну, а нам с вами необходимо еще настойчивее подозревать знаниями фирма. Вчера только состоялся разговор с одним из руководителей, тоже известного, про союз дорожников. Он делился трудностями в ходе, в том числе, связанное с тем, что про союзы, которые были построены в начале 90-х, на идеологии либерализма, либеральных ценностей, свобод и так далее, так называемых. Сегодня прошли путь, который заканчивается поражением. В том числе и идеология, которая все эти годы поведовалась, насаждалась, оперовалась и так далее. Выражается это приблизительно так, что рухнули наши надежды на то, то между предпринимателями и правдом государство будет, как было обещано, выступать армитром строгим, но справедливым. Этого нету, в этом есть развивание. То есть так вот объясняют товарищи, которые прошли достаточно длительный и тот путь борьбы, основанной борьбы в роге в рядах профсоюза РПК. Мы, товарищи, сводили такой пример. Между прочим, из давних примеров, из практики западных профсоюзов во время активизации выступлений профсоюзов, одним из лидеров было сказано, что не может быть членом профсоюза рабочий, который не понимает, что такое прибавочная стоимость. Ну, а что наш товарищ сказал, что у нас, пожалуй, никто не понимает. Конечно, тяжело бороться против капитала, с небольшим запасом экономических знаний. Предстоит рабочими ими овладевать в полной мере. Более, что борьбу рабочей класса ведет в трех формах. Экономическая, биологическая борьба, в общем-то, падает в основном в партии. Что к политике необходимо просто подходить, обратить ее в собственную роль. Этого никуда. И вот наиболее передовые рабочие, передовые организованные, уже к этому осознанию подошли. В этой связи мы, партия РКРП, и задумывали, или к осуществлению, проекта РОДФРОНТ. Задумывался он как классовый блок организаций и активистов. РП, Левый фронт, профсоюзы, АВН, Фонд Рабочей Академии, РКСМБ и еще и еще. И список этот открыт, и мы стараемся, чтобы он наполнялся. Задумывался РОДФРОНТ и как политическая партия, по закону РЭП. А по сути, широкий фронт классовых сил. С точки зрения законодательства, для использования легальных форм политической борьбы, парламентской борьбы, парламентской борьбы, значит, задумывался РОДФРОНТ как политическая. Хотя мы понимаем, что в марксистском, в марксо-ленинском партия это иное. Цель вовлечения в политику трудящихся масс и поначалу, и в первую очередь, уже включившихся в экономическую борьбу, то есть тех, кто понимает, что без политики коренных изменений не добиться. Надо учитывать еще момент, что, как правило, лидеры профсоюзов, которые действительно проявили себя в экономике, обучались и воспитывались идеологами буржуазной политики в рабочем движении. Различными оттенками этой буржуазной политики, различными течениями. В общем и целом, лидеры профсоюзов, которые обучались и становление которых проходило в начале 90-х, они обучались буржуазной идеологии, они обучались буржуазной политике в рабочем движении. То есть той политики, которую проводило руководство Международной конфедерации свободных профсоюзов, в течение десятилетий. Значит, тем не менее, есть примеры достаточно широкого увлечения масс в политику, как, например, в Бразилии, в партии трудящих. Вот этот пример, конечно, заставляет заклядываться на него, особенно тех товарищей, которые обучались буржуазными идеологами, или мелкобуржуазными идеологами в рабочем движении, а обучались искусству профсоюзного ремесла, которая само-то по себе дорогого стоит, потому как предыдущие коления профсоюзных деятелей сами не владели уже этим искусством, поэтому и не могли, и не хотели бы, наверное, передавать его рабочим. Это оружие сильное, и куда оно будет направлено, зависит от того, в чью сторону примут организованные рабочие, какую политику они станут проводить, праздную, либо так. Мы остановились на том, что Родфронт существует, строится для вовлечения в политику трудящихся масс. Сопротивление становлению фронта бешеное. Внешне не производят впечатления по численности, пока не по количеству организованных отрядов рабочего класса. Родфронт еще такой силой, которую можно было бы увидеть, например, на 500-тысячной демонстрации. Но сопротивление уже такое, как будто решается вопрос о власти уже сегодня. По сути дела, классовый противник верно чувствует опасность этого строительства, и проявляется это сегодня так. Мы имеем уже 4 отказа в регистрации после двух съездок. Мы, конечно, и не рассчитывали на то, что это будет легко, что правительство согласится с появлением такой политической силы на арене парламентской борьбы. Рабочие прямо говорили с самого начала, что вряд ли зарегистрируют. То есть здесь иллюзий не было ни у тех, кого мы стараемся привлечь к самостоятельной политике, ни у нас самих. Но все-таки то ожесточение, которое мы встретили, нас даже, где-то, так сказать, вдохновляет. Поэтому мы перешли к тактике постоянного проведения учредительных съездов по мере необходимости и дачи документов на регистрацию. То есть своего рода доведение ситуации до абсурда, когда властей фактически сужается возможность маневра. Ну, раз сделали, признали устав сам несоответствующий, правили второй раз, третий, четвертый. Но это в конце концов не может бесконечно сгибаться. И другие всякие зацепки. В том числе могут ими бесконечно с состоянием погранили. Часть которой тоже борются в данное время за регистрацию, за право остаивать в парламенте политику, то есть политику тех классов и слоев общества, которых они представляют. То есть, значит, сопротивление властей в первую очередь сегодня проявляется именно вот таким образом, как я только сказал. Значит, сопротивление мы также встретили со стороны парламентской оппозиции к ПРФ. Банова лично и неоднократно заставили его высказываться по этому поводу. Есть ли по строительству Родфронта? Ну, вначале, значит, наш адрес были выдвинули обвинения в том, что Родфронт есть в Креблевске проект. Теперь, конечно, эта практика показала, что это не так. Здесь это вранье сама жизнь. Значит, а вот второе, пожалуй, значит, не смыть. С КПРФ еще долго будет. И в данном сегодня это не просматривается. Высказывание Зюганова по поводу того, что вот придут говорить, товарищ Дюлькин, бездарь и рабочие власти, да все, и развалят. Вот это, вот здесь вот опять проболтался. Видимо, тоже в горячах. Видимо, оппонируя уже какой-то оппозиционной и более-менее, значит, прозревающей части в КПРФ, подверился Геннадий Андреевич и выболтал то, что он думает на самом деле о рабочем классе, о рабочем. Ну, если нельзя уже замалчивать существование рабочего класса и делать вишу, то во всяком случае зато можно высказать. Вот это и было сделано. Сопротивление также мы увидели и со стороны язны, причем, от очень балдливой публики, от троцкистов, антиглобалистов и прочих мелкобурразных демократов и мелкобурразных революционеров. Особенно это свидетельствует как раз о том, что класс таки есть. Так вот, в нем не просто есть рабочий класс, но за него разворачивается настоящая битва. И силы, которые все-таки понимают его значение, стараются возглавить и политические рабочие движения, которые существуют на сегодняшний день. Не скрывают, особенно от троцкисты своих намерений, что, да, конечно, фронт нужен, но только без вас, большие коммунисты. Это мы тут без вас все это делаем, по-новому, по-другому. Поэтому, не находя никаких аргументов, оправдывающих их отсутствие в ротфронте, а мы приглашали, в том числе будут представители на одном из занятий фронта. Мы продолжаем приглашать. Говорим, пожалуйста, отстаивайте внутри там свою позицию, если она расходится, свои идеи во фронте. Ведь фронт – это широкое объединение этого ящика. Там различные течения. Ваше есть? Давайте отстаивайте. Нет. Вот не находя никаких идей, начается их искать искусственно. Ну, например, набрасывается там на Мухина, да, впрочем, которые занимают, в отличие от них самих, пяную позицию по некоторым вопросам политической жизни. Пропагандируют, кстати, ротфронт, в отличие от родственников. И прочих мелкобуржарных эволюционеров. Итак, кто не понял, значит, кто не в состоянии понять или не умеет работать в широком фронте и не хочет учиться работать в широком фронте, в массе рабочих, а масса рабочих заражена не только либеральной идеологией, только господриотической идеологией и не только анархосиндикалистской идеологией. Но в том числе есть часть рабочих иммунаций где-то. Прочее и прочее и прочее. И если, значит, позицию чистоплюсства, я с вами рядом не сяду, потому что вы правильно понимаете, что такое интернационализм. Это значит, вы что же, отталкиваете от широкого фронта тугающихся тех, которые, ну, пока рабочих, которые еще не поняли правильно, значит, образием по классу, да, из других стран или других стран. Так не бывает. Так бывает только среди студентов. Да, значит, по интересам меняются и по интересам являются. Интересы, значит, от курса к курсу меняются. И меняется состав кружков. Значит, в рабочем деле это дело вредит. Вот все это сопротивление говорит нам об одном, что правильно выбрано направление. Значит, оно не может оставаться безразличным. То есть никто к нему безразлично не относится. Мы видим здесь, в игре, вот в игре, и рабочих активистов, вот это различное отношение. Из-за того, что они сами являются носителями различных идеалов. Здесь попытки явно вытеснить наших представителей, по объединению которой создаются. Вот за несколько лет их было несколько создано. Сегодня региональное отделение конфедерации. Там, куда ни возьмись, пишется постановление или резолюция какая-то, сталкиваются. И, тем не менее, удается сохранить единство действий. Это тоже, в том числе, достижение нашей политики, в том числе и Родфронт. При всем при том, значит, рабочее единство удается сохранять и даже развивать. Сейчас мы посмотрим. Немножко попозже. Сейчас вернемся к становлению фронта, в смысле регистрации. Значит, формальные требования регистрации выполнены. 58 тысяч заявлений собрано. 53 региона с численностью более 500 человек. Значит, но мы с вами должны понимать, что это такие минимальные требования. И необходимо продолжать эту работу. Тоже того, что ей оказывается мощнейшая. Поэтому и необходимо ее продолжать. Ведь, по сути дела, задача не дать выход на публичную политическую арену классовым силам, это на сегодняшний день главная задача политическая господствующего класса. Он же видит, что происходит. Посмотрите, как полыхнуло по северной. Это ведь тоже вырвалось состояние забитости, запрета на деятельность коммунистической партии. В том числе, не только запрета, но и самозапрета ухода от последовательной коммунистической позиции ряда компартий, которые там действовали. Ну, в первом, в Египте там запрещена была, в Тунисе действовала партия, но не стояла на позициях, не вела по этому за собой трудящихся. Вот даже народная революция их на руководство не выводит, да? Мы видим, что этого нет, не осуществляется рукой. То есть вот оппортунизм, соглашательство от российских позиций партии в свою очередь тоже введит, использует тот потенциал восстания, который всего прокатился и пошел туда в жилу. То есть вот такая задача стоит перед господствующим классом, если встать на его позицию. Понять, конечно, не принять, не понять. Значит, он понимает, что пример страшная сила. Пример борьбы страшная сила, которая может им противостоять. Ну, к примеру, пример Форда. Вот профсоюз завода Форда. Удачно образовался на Форде, сохранился, выдержал, значит, провел первые коллективные действия, умело совершил маневр, выход из забальтовки, получил поддержку, авторитет, усилилась помощь. Значит, за два года там 17-20, еще в разработке каких-то, ничей поставлено на предприятиях автопрома, ну и не только автопрома, кстати. То есть понимание того, что со стороны самого профсоюза, что не нужно одной отрасли себя замыкать, уже пришло. То есть был Форд, стал МПРА. То есть уже сеть профсоюз. Да, конечно, без идейной подготовки, твердых убеждений, там, значит, сейчас профсоюз пока стоит на очности, там, чисто экономических вопросов и борьбы. Это, в общем-то, конечно, на одной ноге. Но посмотрите, все-таки она одна, пока еще не укрепленная второй идейной политической такой опорой, все равно дает результат. И вот этот пример на одном профсоюзе, посмотрите, какой оказался положительный, различие, ну, нет других субъективных, там, очень факторов, умелые организационные на работе, так, которые, кстати, проводятся по плану. Рабочие способны планировать свои задачи, свои борьбы. Это уже следующий шаг такой. Поэтому, с одной стороны, понимая, что, господствующий класс понимает, что пример заразительный, задача не допустить, и отлучить, и любыми способами отвратить трудящиеся массы от парламентской борьбы, идут на различные ухищрения, да. Вот смотрите, графу против всех сняли, значит, тявку снимают, тявку на выборах снимают. Значит, всяческий способ показывает, что вам не место, политики будет без вас проводиться. Ну, вот, высшее достижение, это в Штатах, там вообще какие-то выборщики выбирают, ну, не доберешься. Значит, ну, сейчас, наверное, здесь как-то не очень получается, но, наверное, в итоге потом ставят. Но сегодня так не допустить, и во что бы то ни стало. Значит, суррогат левых партий делать, значит, заставить рабочих вступать даже в партии работодателей, ну, не пусть самых крупных, ну, не единую Россию, но в справедении. И вот так агадами, и вот так обманом. То есть, вот, только не самостоятельная политика. Вот не допустить проведения самостоятельной политики, не допустить союза коммунистов с рабочими, соединения в борьбе. А мы понимаем, что главная причина паразона в СССР есть партии, партии, вот было бы этого отделения, какая сила бы не свернула, не было бы, отделения свернула. Вот теперь стоит задача соединения партии и ее политики с рабочим движением. В рот есть форма соединения. Значит, и поэтому еще раз вернемся к регистрации, и к борьбе с регистрацией. Рабочие, вот, и на последнем, к примеру, заседании регионального отделения, вот, говорили, ну, мы вам поручили, все взяли, вам поручили, давайте. Мы не очень верим, но, если сразу взялись, то давайте. Мы не очень верим, так сказать, что так быстро нас зарегистрировали. Значит, в настоящее время подана касационная жалоба в горсуд Москвы, которая должна рассматриваться 6 апреля. Жалоба подана на районный суд, который грубо нарушил закон и вместо положенного на решение. Но вместе рассматривал жалобу 3 месяца. И сегодня уже получены сведения о том, что суд делает телодвижение, которое очень похоже на подтасовку, вообще-то говоря, и подвох. Трудности похожие узнаем, тогда доведем до вас. Но вот уже вот эти движения говорят о том, что манер, как я называю, манер все время мы своими действиями им ограничиваем. Да, вынуждаем нарушать это и просто тела. 12 апреля мы ожидаем еще один ответ от Минюста. Это по учительному съезду, который на 27 прошел. Третий учительный съезд назначен на 16 апреля. Вот мы запустили эту машину. Будем таким образом высказывать давление. Да, ее выполнять в законодательство Российской Федерации, в части обеспечивающие возможность создания удерживающимися гражданами России пламянской деятельности. Готовится также жалоба в Костеринский суд на сам закон о политических партиях. Тому, как его изменение последнее привело к фактическому тому, что невозможно. Партию 6 месяцев дается на то, чтобы давать, собрать иональное отделение. И только потом рассматривается устав. Если в уставе есть какая-то ошибка, что не скрещено, то зачеркивается вся работа по созданию геодации. И делать все заново. Это такое изменение закона, которое было принято парламентом России. По сути дела, делает шума проблематичным. Мы также используем это дело для поднятия шума в европейских демократических кругах, которые любят обращаться по всяким поводам, которые кажутся им ущемляющей свободой, демократии. Европейский суд, конечно, не надеемся, будет решать этот вопрос в пользу классового врага. Но, тем не менее, могут использовать в сегодняшней борьбе против сегодняшнего российского правительства некоторые из них, конечно, цели. Но, как мы знаем, что в борьбе за демократию и политические свободы наши действия могут совпадать демократами. Сегодня, к примеру, в борьбе за возможность введения конституционного права на свободу собраний и введомительный характер таких мероприятий наши товарищи у гостиного двора поддерживали тех демократов, мелкобуржуазных демократов, которые борются довольно активно. Поэтому мы и европейскую составляющую этой борьбы использовали, но не только со стороны демократов, но и со стороны коммунистов. Так, товарищи из Компартии Греции взяли посольство, взяли сады Европарламента правовым действием российских властей. То есть, используя возможности закона, мы нависаем над властями, доводим ситуацию до обсужда и намеренно во что бы ни стало регистрацию таки обеспечить. Регистрация нужна. Вот для неверующих, то она будет произведена рано или поздно, для вселения в них веры. И для тех, кто не понимает того, что тех, кто не принимает иной формы организации партии, кроме как зарегистрированные. Ведь достаточно большое количество сочувствующих в борьбе рабочего класса, это действительно так. Но не было никогда в практике даже какой-то разъяснительной работы или агитации в случае, когда мы приводили пример такой борьбы, чтобы кто-нибудь ее осудил. Нет. Она находит поддержку среди простых людей, среди трудящихся, среди различных слоев российского общества, не относящихся к эксплуататам. Так или иначе. Но вот понимание в том, что партия это не только там запись, на них не доходит. Ну, для большинства интеллигенции не доходит. И не поделаешь. Потому что и представление о жизни, и о законности, и незаконности у различных слоев классов общества различны. Неизбежны. А подбодрить и, значит, включить в общую борьбу регистрация помогает. Также это помогает тем товарищам, которые являются сами лидерами профсоюзных организаций. Дело в том, что, как я говорил, часть из них довольно значительная. В том, что в экономической борьбе с Галей и Чехов все-таки еще не освободились от идеологии буржуазной и от буржуазного представления о политической борьбе. Для них крайне важно вот эта самая регистрация. Конечно же, факт регистрации поможет им войти в Родфронт. Это мы знаем из личных бесед, в том числе с этими уважаемыми, весьма уважаемыми товарищами. И заслуженными, я бы даже сказал. Вот, поскольку есть такое давление о политике и о деятельности, надо им регистрации, в том числе по факту. Регистрация на сетку помогает дополнительно расплатить силы. Те, которые сегодня уже были готовы войти, вошли. Те, которые в результате регистрации войдут, это будет прибавление. Прибавление. Надо поэтому бороться с этой регистрацией. конечно, ведь у господствующего класса представление о борьбе политической, оно тоже парламентское. Поэтому они, и поэтому в том числе, они так сегодня считали стеной и не допускают регистрации, чтобы не допустить нас до участия в выборах 2011 года. Ну и какая стена стоит. Правительство против, КПРФ против, значит, троцкисты и мелкобуржуазные демократы будут отговаривать от участия в выборах. Представители работодательских партий, значит, будут те, которые включают в себе элементы демократов, те будут голосовать за работодательскую партию. Вот. То есть, вот единый фронт против рабочего класса встал. Ну, остается что, значит, еще раз призвать товарищей рабочей класса тоже становиться единым фронтом. Значит, опыт регулярного освещения или, по крайней мере, распространения информации о строительстве фронта через газету «Трудовая Россия» показывает, что рабочие с интересом и подсказок участия за этой борьбой опыт жизни и постоянное притеснение со стороны фронтаторов на ряде предприятия помогает им лучше понять в чем дело, а газеты разъясняют. И, в общем, приветствуется «Трудовая Россия» уже даже таким образом, когда говорит, видя распространителя, говорит, давайте нам «Ротфронт». таким образом называют газету. Ну, а там, где это не делается, конечно, рабочие остаются в неведении и не включены в борьбу, чем, конечно, огорчает. И мы вот обращаемся к товарищам еще и еще раз с свидетельствуем то, что вы поголовно уже включились в той или иной мере в строительство Ротфронта и в своем заявлении, во всяком случае. Но, конечно, нужно и в пропаганду пропаганду Ротфронта подключиться к разъяснению необходимости выполнения этой задачи, пожалуй, как главный на сегодняшнем рабочем классе, особенно среди организованных отрядов. Так вот, остановление Ротфронта, еще раз, все-таки ведь становление Ротфронта это становление блока. И в этом плане можно отметить следующее. Значит, развиваются части этого блока. Мы уже отмечаем, как развивается эмператор из одного профсоюза, вернее, из одной профсоюзной организации в межрегиональный профсоюз работников СОПРО, целая сеть организаций. Мы стараемся налаживать взаимодействующие частей, в том числе используем помощь международную. Понимаю, что на профсоюзы сегодня, те, которые себя считают, во всяком случае, свободными, независимыми, даже рабочими, входят в Международную конфедерацию профсоюзов. сильнейшее воздействие оказывает политика руководства этой организации, прямо скажем, антикоммунистично. Она с самого начала такой бывает и продолжает свою политику. причем настолько вещи, которые, с одной стороны, не скрыт. Первое, мы на сайте опубликовали реалы по подробной деятельности КП, в самой части КПП, в Венесуэле, в Польше, партия Международной конфедерации профсоюз, руководство Международной конфедерации профсоюз, которое вместе с ЦРУ проводило подробные действия против агрессивных профсов или против это факты, причем это не наши материалы, это авторы, по крайней мере. Но даже размещение таких материалов в сети читателями, которыми являются представители доводства первичных организаций профсоюзов, которые в России вызвало обиду. Но, с одной стороны, понятно, что немало сил и вообще-то говоря, просто шерсть даже иной раз приходится приносить товарищам, которые занимаются строительством профсоюзов, сегодня в России. Вот ведь это не отнимешь, и это мы не только признаем, но и сочувствуем, мы и стараемся помогать в организации террористических организаций, где бы то ни было, какой бы профсоюз ее не ставил, можем дотягиваемся, то постараемся помочь, а уж информационно в любом случае. Поэтому размещение вот этих фактических материалов вступает даже обиду. Тем не менее, ведь это правда, ее нужно говорить, но ее обязанно говорить, не особенно на нее нажимая, но тем не менее, значит, это надо говорить, чтобы рабочие, вступающие, лидеры профсоюза, вступающие на путь политики, понимали, какая она может быть в рабочем движении, то она может быть, еще раз повторяю, буржуатной, подрывной, значит, может быть, это мы на рабочем. Так вот, для того, чтобы помочь товарищам выбрать правильную политику в рабочем движении, разобраться тем направлением, которое только и может освободить в конечном итоге рабочий класс от эксплуатации, который приведет его к осознанию необходимости подготовки и вновлении диктатуры своего класса диктатуры пролетаря. Мы уже традиционно даже сотрудничаем с Коммунистической партией Греции, с рабочим греческим фронтом ПАМЭ, руководством Северной Федерации и профсоюзов, пособствуем, помогаем даже товарищам реально принимать участие в профсоюзных форумах, которые организует Северная Федерация профсоюзов, руководство которое в настоящее время проводит на наш взгляд и в основном собственно рабочую политику. И в программном федерации Северной профсоюзов является борьба за выражение эксплуатации людей людьми. Северная заявка. Ну и опыт, о котором вы знаете из сайта компартии Греции, из сайта Всемирной Федерации профсоюзов, и со страниц газеты «Судовая Россия», мы стараемся передавать. Подчеркну, что на эту информацию существует негласный бойкон. Будет негласный бойкон. Вы внимательно посмотрите на сайт будь то Федерации Независимых профсоюзов России, будь то КТР, других сайтов всякого рода мелкобуржуазных групп и партий, то вы там не увидите информации о деятельности Всемирной профсоюзов, Всерабочего Греческого фронта, не увидите информации и вот это тоже признак вот этой стены, которая возводится вокруг прогрессивного верного направления мирового рабочего движения. 70 миллионов членов входит во все. В МКП входит на данный момент 120 чем-то по-моему. Значит остановление и в этом плане значит что мы делаем. Ну как я говорил поддержка прогрессивных сил зарубежных компакций запросы депутатов Европарламента Семинар фонда рабочей академии в Нижнем Новгороде потенциал-то не исчерпан. Во-первых, по привлечению рабочих к участию в работе этого семинара, то по мере того, как строительство союзов нарастает, появляются первые успехи для их закрепления и развития лидеры профсоюза просто должны использовать этот семинар обязательно того, чтобы опытом поделиться и пропагандировать собственные взгляды, а они различные могут быть, как я уже говорил, и не открыто среди рабочих необходимо это делать. А где что выяснить? Огласть. Значит демонстрация 1 мая, вот посмотрите, это одновременный пример взаимодействия классовых сил и пример борьбы вокруг вот этого мероприятия, да, казалось бы бесспорно, 1 мая Международный День Солидарности Трудящихся. Тем, как во всех странах есть выходы на массовые демонстрации, в тех странах, где направления которых ставятся тем же руководством МКП, мир, да, как талон, как образец для подражания российский, Тем не менее, значит, мы видим другое, мы видим, что носители разной идеологии и политики в рабочем движении долгое время препятствовали выходу рабочих на демонстрацию 1 мая, а когда уже это стало невозможным, то всячески пытались на другой маршрут наметить. Сегодня идет фактическая борьба за, то есть уже этот процесс сопротивления преодолено и мы ходим одним маршрутом по майской демонстрации, сегодня идет борьба за то, чтобы проводить митинг полноценный, настоятельный митинг классовых сил тех профсоюзов и организаций, которые себя считают рабочими, зависимыми, свободными. Ну, разве не о чем сказать, борьба целый год ушла борьба по различным направлениям, по различным проектам и темам, но тем не менее есть о чем сказать, тем более есть о чем сказать, но ведь есть силы, чтобы не говорить. Почему? А чтобы не было точки зрения, слышно точки зрения коммунистической оставляющей движения, чтобы не было озвучено рабочая коммунистическая политика рабочего движения. Конечно, все так всегда и происходит. Борьба, борьба и еще раз борьба. Борьба идейная, она находит отражение в политике простых мероприятий, таких как демонстрация. Ну, к примеру, вот мы просто учимся на многих вещах товарищей из Москового торгового порта РПД просто учимся и много открыли для нас. Тем не менее, вот просто обидно становится, когда, значит, такой потенциал, такая мощь, и, кстати, там ведь у вас тоже борьба идет еще и там. Поним, мы же знаем. Значит, так вот, надо бы усилиться, значит, участием в демонстрации своим словом на митинге обязательно. Ты не одним, а раз у вас там ландар заходит, значит, представитель там либерального течения профсоюза, вот он так почему-то ходит. Значит, и он при случае, значит, там пропагандирует, что-то, ну а здоровая это составляющая, это за нас, который мы, на примере которой учим, ну, ребята, ну, в конце концов, ну, поедем, давайте на дачу там к своим контейнерам, после демонстрации, ничего страшного не будет, вот, прощайтесь еще раз, давайте, ребята, выходите, выходите, силу надо показывать, в том числе, на улице. Да, давайте, я уже заканчиваю. Итак, демонстрации, да, здесь и борьба идет, и продолжение борьбы, но есть уже и результаты становления блока классовых сил. Значит, еще мы, что видим, наблюдаем, многочисленные принюхивания к Росфронту, да, вот, делягин с партией Родина, здравый смысл, ведь, да, и у него там трудности, и неизбежные, с одной стороны, потому что это патриотическое направление, приватизированное классом господствующей политикой в настоящее время, сложности возникают, и ему отказано, его партии в регистрации. Вот активно всю почву коммунистов России, такая организация, есть, это от ВКП будущего, там, вот это течение, особенно, парламентская, мощной парламентской составляющей, тягой, кстати, которая, в общем, так, по сути, по своей, по идеологии, справедливо, Россия туда больше. Оппозиция внутри КПРФ, в тех случаях, когда, ну, она откровенно дает себе ослабление и договаривает с нами вполне откровенно, тогда кто же говорит, ну, договорите, что, может быть, регистрация нужна, не ППРФ, она как раз та самая партия, которая с трудом понимает, как можно работать без регистрации, время, как бы, так сказать, не очень понимает, когда мы там какие-то я тебя проводим, так вот, не регистрируем. То есть, сегодня, еще раз, необходимо вспомнить Владимира Ильича, который говорил, что пока у масс сколько-нибудь значительного количества не изжито вера в буржуазные выборы, она не изжито. Хоть может показаться, что как раз рабочие там не ходят, никуда не ходят, но это не значит, что она изжито. Значит, они выйти не верят, а верят, что могут быть другие, могут быть другие партии или другие лидеры государства, за которых стоит проголосовать. И все, как бы, наладится, и можно продолжать сожительство с эксплуататорами. И это можно изжить только практикой политической борьбы. Когда у рабочих появятся свои представители парламентей, и они изнутри будут видеть, как производится великий обман, великий распил и величайший подку всяких начиная депутатов и кончая самими избирателями. И вот только тогда они смогут, товарищи, наши чартованные рабочие и рабочие массы, понять, что парламент не для того, чтобы осуществить главную цель. Так вот, пока такая вера есть, Владимир Ильич указал, что мы просто обязаны в них участвовать для того, чтобы воздействовать на эти массы, помогать им вырасти из электоратов в борцов. Поэтому вопрос регистрации с одной стороны носит формально бюрократический характер, а с другой стороны является самым, что ни на есть, горячим политическим вопросом. Эту блокаду надо прорвать, мы ее прорвем, в том числе с вашей помощью давать. Когда Доггерский профсоюз выдаст серьезную в соответствии с его положением, опытом и сознанием порцию заявлений, когда каждый из нас в месяц хотя бы несколько будут сюда приносить, а приходят и приносят и так, и они правильно понимают задачу, то тогда мы это дело двинем более успешно и прорвем эту блокаду скорее. Вопросы? Вопросы? Вопросы, коллега Козаевича. Каким образом войти в трудовой фронт? Вы говорите, предлагали Коммунистической партии войти в трудовой фронт? КПРФ? КПРФ, да. А каким образом я говорю... Предлагали, что это было? Письменно какое-то предложение или взошли и с кем говорили тогда? Меня не так поняли. Мы, конечно, предлагаем войти во фронт всем силам, которые разделяют программы, вне зависимости даже от их принадлежности к зарегистрированным партиям. Это верно, только и всего, но это мы как-то конкретно это делается лично на уровне наших товарищей, которые участвуют к примеру в совместных мероприятиях где, если уж говорить о КПРФ, то и в КПРФ. И у нас есть такие заявления. Мы их не можем предъявлять Минюсту, не можем. Но это не значит, что мы не можем вместе с ними взаимодействовать. Что касается руководства КПРФ, то, как я уже сказал, здесь что? Бешеное сопротивление. Вопросы? Кто желает выступить? Ясно, да. Задачи поставлены. Благодарим, Минюсту. товарищи. Можете взять материал, который мы... стреляет. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...